Приветствую, друзья, сердечно. Ой, как меня изумило, когда мой товарищ, друг наш, который всё время читает мои комменты, которые я пишу, ролики делаю, вдруг он пишет там. Друзья, оказывается, можно принцип подбора путём перебора ключа использовать не только для пяти упражнений, которые в учебнике, ну, там у нас в учебнике по физкультуре для десятых, одиннадцатых классов, профессорами. Оказывается, не только для этого. Это мы год-два переписываемся, даже не помню, даже, может быть, больше двух лет. Очень странно, очень странно, когда люди не слышат. Да, и вот что интересно. Вот представьте себе, одна дама написала, которая меня очень порадовала, очень порадовала. Она сказала, я вот выговаривалась, выговаривалась, выговаривалась. Ну, говорит, напряжение снялось, а вот позитива не было. И вдруг, говорит, то ли случайно, то ли ещё чего-то. Вдруг я стала думать о хорошем, и сразу стало хорошо. Спасибо вам, доктор Алиев. Я очень благодарен. Ну, я вам хочу сказать, но так же и надо делать. Но я это даю, вообще-то, в принципе, вот этот переход, когда вы выговариваетесь, а потом о чём надо подумать, чтобы сразу стало хорошо. Ну, это та деталь, которая и делает выговаривание целебным. Но я это даю специалистам, которые это знают. Просто так я это не рассказываю. У нас же тут много шпионов всяких из разных стран, которые просто берут, прибирают наш метод и в своих целях используют. И для манипуляций тоже. Ну, например, если предлагают человеку выговариваться, выговариваются, а потом добавляют туда, чего они хотят. Да, и они сразу из этого рапорта, который создаётся, переходят в этот активный ауторапорт. Я вам хочу сказать, очень много лет назад, ну, это я на машинке ещё печатал, тогда компьютеров не было. Мне Зей Рейдекс Денек, который был организатором конференции по проблемам психотроники в Монако, ну, прислал приглашение, познакомил меня с ним Адаменко Виктор, который тогда вот изучал эффект Кирлян и первый написал в диссертации про это. Ну, если будет интересно, я расскажу вам про эту историю. Но я отправил тогда на конференцию международную, в Зенеку Рейдеку, три страницы текста, как потенциальный участник этой конференции международной по психотронике. И там была моя, три страницы текста, ну, назывались так, структура метода внушения. И там я говорил о том, что если вы, например, констатируете существующий процесс, то потом в какой-то момент отключается критика и следующую информацию человек воспринимает автоматически без критики. Ну, это, короче, потом расскажу вам, как это бывает. Как можно переводить, как создавать рапорт до создания возможности техники работы с подсознанием человека. Ну, там я писал это не для саморегуляции, а вообще структура метода внушения. И вот прошли годы, с тех пор годы прошли. Почему я это вспомнил? Потому что, оказывается, я тогда уже понимал, что надо делать, но не было конкретики. А теперь конкретика. Я вам рассказал об этой конкретике. То есть, если вы, например, ну, что такое, там было, констатируешь то, что есть, потом добавляешь то, чего нет, но то, что хотел, чтобы было, и оно появится. Ну, собственно говоря, на этом манипуляции делаются. Например, говорят, вот, там произошло то-то, 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 вот. Ну, вы видите, что, да, действительно это произошло. А потом, да. И поэтому будет вот так вот. И люди начинают воспринимать это без критики. А то же самое делается с собой для целебных целей. Ну, короче говоря, я понял, что пора делать вебинар, как исцелиться словом. Как исцелиться словом, это будет супертехника, работа с подсознанием, как человеку выговаривается, выговариваться, и потом вдруг, о чём надо подумать, чтобы произошло позитивное переключение. Вот, друзья, такой будет суперский вебинар, но такого вообще в мире не было раньше. Всё, что я делаю, и всё, что делает наша школа, человек, бывший хомофутург, школа человечности, это в сжатом виде сама суть, о чём пишут все во всех методах мира. Только там долго пишут, а мы сразу выдаём, потому что осознанно. Осознали эти приёмы, осознали эти алгоритмы, осознали и поняли, что есть принцип обучения на основе повторения, есть принцип подбора, путём перебора, и соединили их вместе. Это даёт новый эффект, который позволяет вам с меньшими временами и другими затратами получать то же самое, что вы в йоге за 10 лет получаете, что по медитации за 10 лет получаете, а вы сразу здесь за одну встречу. Ну и так, короче говоря, узнаете. До встречи, друзья!